Белые кораблики по Аби плывут. На выходных прошла восьмая детская регата Сайберия Ривер. В ней приняли участие яхтсмены от 9 лет и старше из нескольких регионов России и Киргизии. Подробности в нашем следующем сюжете. Гудок судьи и старт чист, означает, что все участники приступили к гонке вовремя. Для каждого класса яхт свой флаг, а значит и свой старт. Но есть и общее правило для всех. Перед тем, как выйти на дистанцию, участники ориентируются на вот такое синее полотно. Этот флаг называют «Папа». Он сигнализирует, что гонка начнется через одну минуту. Дальше все зависит от опыта яхтсменов. Кто более справляется с ветром, кто более внимательный, это как в шахматы. Кто сможет построить свое тактическое управление лодкой, ход управления, тот и выигрывает. Все-таки здесь по наименьшей сумме очков определяется победитель в каждом классе. Для каждого класса своя дистанция. Кто справится быстрее и точнее, тот и победитель. Владимиру Ударцеву из Красноярска 11 лет. Семь из них он занимается парусным спортом. Пошел по стопам отца, титулованного гонщика. Погода внесла свои коррективы в гонке. Причина – ветер. Слишком сильный не подходит, как и абсолютный штиль. Идеально для соревнований три узла, что равняется полуторам метрам в секунду. На сегодня запланировано четыре гонки. Из-за слабого ветра объявлен финиш по сокращенной дистанции. Участники третьей гонки готовятся к очередному старту. Сайберия Ривер – крупнейшая регата Сибири. Соревнования проводят уже в восьмой раз. В этом году почти 60 участников из Новосибирска, Красноярска, Алтайского края, Томской и Омской областей. Заниматься парусным спортом разрешено с девяти лет. Однако сегодня самый младший участник – восьмилетний Влад. Скорость и зрелищность. Крен. Что? Крен. Больше нравится. Зрелищность. Участники соревнуются как в личном зачете, так и в командном. Видана Одинцова управляет оптимистом. За плечами юной спортсменки – всероссийские гонки в Таганроге и Геленджике, где она вошла в тридцатку лучших. Сегодня девочка среди лидеров. Признается, победа зависит от того, как быстро выйдешь на дистанцию. Стартовать, взять хороший старт и продержать его до конца гонки в свое место. По результатам сегодняшних соревнований в гонках двухместных яхт «Кадет» отличились участники из Красноярска. Первые места в остальных классах яхт достались спортсменам из Новосибирской области. Екатерина Киселева, Антон Мамаев, Новости ОТС.